В ушедшем году АвтоВАЗ сумел выпустить 374 тысячи готовых автомобилей, из которых 139 тысяч забрали корпоративные клиенты. В 2024-м процент таких клиентов может стать выше, так как прошлой осенью Владимир Путин официально поручил чиновникам активнее использовать местную технику. После этого Минпромторг рекомендовал для рабочих поездок государственных и муниципальных служащих модели марок «Лада», «Аурус», «УАЗ», «Москвич», «Эволют» и «Хавейл». Приоритет отдаётся высоколокализованным автомобилям. Возможность госзакупки транспорта, локализация которого ниже минимума, а это 3200 баллов, есть, но для этого нужно получать особое разрешение министерства. Надо заметить, что президентское поручение исполняется. Например, управление делами президента недавно закупило партию из 105 автомобилей «Лада Веста». Они заменят собой иномарки, что будут списаны по причине предельного износа. Аналогичную партию «Вест» закупил и аппарат Государственной думы. Там флагманские «Лады» пришли на смену седанам Ford Mondeo и Hyundai i40. Причём 33 машины выделены непосредственно для обслуживания депутатов. Отмечается, что это разгонные машины для рядовых парламентариев, и за конкретными персонами их закреплять не станут. Личные автомобили положены вице-спикерам, руководителям фракций и главам комитетов. Министерство финансов выбрало вариант посолиднее. Федеральные финансисты планируют забрать первую собранную «АвтоВАЗом» партию седанов «Лада Аура». Это, напомним, удлинённая версия всё той же «Весты». В свою очередь, российские спецслужбы — это Минобороны, Росгвардия, Генеральная прокуратура и Следственный комитет — пересядут на кроссоверы ХВЛ F7. Для госзаказчиков кроссоверы тульской сборки доработают на заводе спецтехники «Нижегородец». Автомобили «Москвич» выбирают прежде всего столичные учреждения. А вот чтобы власть имущие проголосовали бюджетным рублём за липецкие и валюты, слышно пока не было. В итоге давняя мечта многих функционеров — чтобы российские чиновники, силовики и госслужащие выбирали отечественные — начала сбываться. Тем более, что других вариантов обновить государственные гаражи просто нет. Правда, столь скорое импортозамещение автопарков произошло в том числе в силу грядущего отчёта перед президентом. Ведь 1 февраля председатель правительства Михаил Мишустин, к которому присоединятся главы регионов, расскажет, в каких объёмах «Лады», «Москвичи» и «Уазики» заменили иномарки. Субтитры создавал DimaTorzok